Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня такое будет видео, знаете. Дело в том, что всем известные события, которые произошли 1 июля в Одесской области, в Сергеевке, от трёх ракет разрушен дом жилой и две базы отдыха. И, конечно же, многие, вы знаете, что есть погибшие, есть пострадавшие. И, конечно, 21 человек погибший, Царство Небесное, мы очень скорбим. Но очень много людей осталось без жилья и без ничего. И одесситы вот уже пару дней приносят вещи, какие-то бытовые некоторые предметы. И всё, что могут, приносят для того, чтобы передать в Сергеевку людям, которые остались без жилья. Как нам известно, они сейчас находятся в каком-то спортзале. И они нуждаются буквально во всём. И каждый, кто может, конечно, приносит эти вещи. Кстати, хочу сказать, что пункт сбора вещей находится на Решевевской, 18. Это школа, в которой училась моя внучка. Это 119-я школа. И моя внучка там закончила 4 класса. И, конечно, мы знаем, где это находится. И сейчас мы туда поедем. Ну, что хочу сказать. Ну, есть у меня то, что есть дома. Дело в том, что многие знают, что мы занимаемся нижним бельём. И вот у меня, конечно, есть упаковочки с нижним бельём. Они вот с бирочками. Это турецкие такие трусики. Потом такие же маечки детские. Вот тоже с бирочками. Вот фирма Данелла. Вот видите, вот такие вот маечки. Потом есть у меня вот такие майки. Это уже такие для подростков или для взрослых девушек. Вот более худеньких. Вот такое. Тут есть у меня, конечно, и ещё другие маечки, другие трусики. И, конечно, несколько таких платьев, сарафанчиков для девочек. Вот. Вот такие вот. Тоже это всё новые такие сарафанчики вот с бирочками. Это то, что у нас оказалось. И вот такие вот сарафанчики. В общем, всё, что у меня оказалось, я сейчас отвезу туда. Ну и ещё по дороге мы с Сашей заедем. Ещё что-то купим. Может быть, какие-то печенья, конфетки добавим. В общем, всё, что сможем. И сейчас мы туда отправляемся. Упаковываем и отправляемся туда. В общем, то, что может, все туда приносят. И уже несколько автобусов туда уехали. Вчера-позавчера. А мы сегодня вот хотим съездить. А как ты думаешь, вот у меня есть термос. Может, термос тоже передать людям? Потому что с водой тоже проблема. Может быть, да. Термосок ещё. Термосок. Да. Металлический. Да, товарищ термос. В общем, всё, что есть. И ещё, говорят, нужны какие-то такие тазы и вёдра. Я не знаю, попадутся ли нам по дороге. Посмотрим. Вот. Потому что люди остались без ничего. Это вообще ужас. Всё, Саша, не задерживайся. Мы едем. Термос, конечно. Всё, давай. Разойдём. А вот и тазики есть разные. Вёдра. А можно спросить тут цену тазиков? Хотелось бы узнать. Ну, такие в среднем. Да, да, да. Средние какие-то по какой цене? Да, ну, что-то может быть такое. Вам для чего? Это будем отправлять. Так, нет, ну, это сильно большие, поменьше которые. Хорошо. Вот этот, как зелёный, как серый, да. Вот этот 65 гривен. 65 гривен. Вот этот. А этот большой? Ну, это большой. 110. 110. Хорошо. Давайте нам тот, который 65. Один. Один. Нет. Ну, давайте зелёненький. Ведро. А ещё ведро. 75. 70 гривен. Ведро? 70. 70 ведро. Ведро такое, вот это с крышкой? Да. Так, вот такое. Ага. 55 гривен. А вот то зелёненькое? А вот это зелёное, а вот тоже 55 гривен. Ага. Вот, наверное, зелёненькое мы и возьмём. Да, давайте. Всё. Саша, держи это и вот эту мисочку. Всё. Мы зашли в магазин. Сейчас возьмём конфеток и какое-то печенье. Вот много таких упаковочек, не портящихся. Вот их сейчас и выберем. Вот конфеток каких-то выберем сейчас. Взяли вот немного печенья, конфет и сейчас едем дальше. А вот мы и подъехали к улице Ришельевской. Сейчас повернём направо. И здесь сразу будет школа. И вот она, 119-я школа Ришельевская, угол Жуковского. И сейчас будем смотреть, где находится пункт. И где-то припаркуемся. Вот я уже вижу. Так, вот сколько неравнодушных одесситов. Всё несут и несут. И мы, конечно же, тоже. Всё, идём вот там проход. Ну, здесь, конечно, в Одессе есть много беженцев из других регионов. И вот как одесситы добродушно ко всем относятся. Вот сколько всего приносят. Вот здесь люди могут прийти и выбрать всё, что угодно. Сколько беженцев. И сколько вы сказали у нас в Одессе? 25 тысяч сказали в Одессе беженцев. Ну, посмотри, пожалуйста. Иди-ка, смотри, что ты хочешь. Да, да, пожалуйста. Здесь можно и передать, и здесь можно и выбирать, да? Беженцы выбирают всё, да? Нет, нет, я хочу, чтобы вы видели. Да, да, да. Да. И чтобы люди знали, мы просто для того, чтобы... Это для переселенцев всё, ага. А для Сергеевки отдельно, ага. Мы просто хотим, чтобы люди знали, приносили. Многие не знают, мы только узнали. Вот сколько всего, вот сколько всего. Это для переселенцев. Ага, это всё для переселенцев. Добрый день. Вот у девушки кулёк, она взяла наш кулёк. А это для Сергеевки. Так, школа 119, правильно я говорю? А, 117. Боже мой, как же я перепутала, моя внучка здесь училась. 117. 12-я школа. 5 машин мы вывезли. Да, да. Поняли? Это всё для Сергеевки. Да, да, да. Ну, понятно. А одежду почему в культе? Там она однотипная. Ну, детская, там детская много, да. Что больше всего нуждаются? Вот что такое, что приносить лучше? Сергей, Коля, к нам. Ну, вообще, что лучше? Вообще, вообще, очень надо, и очень у нас уходит тазик, потому что надо... Встирать что-то, да, 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 да. Хозяйственное мыло, это тоже на весло. Да, конечно. И вообще, наверное, любые моющие средства. Да, да, да. Кастрюли, сковород. Ага, ага, спасибо, спасибо. В общем, вы услышали. И посмотрите, сколько здесь беженцев, это все переселенцы, 25 или 26 тысяч. В общем, ужас, что творится в нашей стране, что происходит, и вообще, конца края этому нет. Я не знаю, политики, одумайтесь, сделайте что-нибудь. И так, посмотрите, это же в каждом городе, где еще нет боевых действий, вот такое вот, столько людей, столько нуждающихся. В общем, горе и беда, а тут еще продолжается и продолжается. И что хотелось бы сказать, если кто что может, приносите. Ришельевская, угол Жуковского. Еще раз хочу сказать, школа 117. Ну, а мы желаем всем мира, добра. И чтобы это несчастье как можно быстрее закончилось. Все, пока.